Скажите, пожалуйста, призыв Байдена к странам Ближнего Востока поделиться оружием, советским оружием, мотивируется, с одной стороны, тем, что украинские военные с ним более знакомы, но, с другой стороны, украинские военные уже вовсю проходят обучение на современнейшем вооружении, которое передается нам западными странами сейчас. Для чего это делается? Ну, зачем? С одной стороны, чем больше вооружения, конечно, тем лучше, но, с другой стороны, для контрнаступления все-таки, наверное, более бы пригодилось современное высокоточное вооружение. Конечно, но Байден будет упрашивать их посылать советское оружие не в ущерб тому количеству хаймерсов, которые они посылают. Этот маховик постепенно раскручивается. Как раз на днях он объявил о новом пакете помощи. Сначала было 4 хаймерса, потом 80, теперь уже 12. Ну, хотелось бы 44, но явно растет. Мне кажется, тут противоречия нету. Я не согласен с Нью-Йорк Таймсу относительно основной цели его визита в Саудовское оружие. Основная цель – это все-таки не старое советское оружие. Это уже, вы правы, не столь актуально при новых поставках современного западного. А он пытается убедить саудитов повторить тот трюк, который они сделали с Советским Союзом в 80-х годах прошлого столетия. Увеличить поставки производства нефти и тем самым обрушить цены. Потому что сейчас очень серьезная энергетическая ситуация возникла в западных странах. Как думаете, удастся? Трудновато, честно вам скажу. Тем более, ну, давайте, надо оценить вообще преданность Байдена идее защиты Украины. Он едет встречаться с человеком, которого он называл преступником. Это наследный принц Салман. Во время своей избирательной кампании Байден очень резко высказывался об этом деятеле. Ну, все мы помним эту историю, там, я не знаю, с распиливанием саудовского оппозиционного журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турецкой. Якобы по приказу этого самого Салмана. В предыдущем пакете санкций было эмбарго на нефть и нефтепродукты. Поэтому, я думаю, это очень актуальный вопрос поставок нефти как раз, поскольку заложены сроки в 6 и 8 месяцев. Продолжение следует...